Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу Ильичевские новости в студии Мария Грушевая. Сегодня в нашем выпуске. Городские власти Черноморска приняли кардинальное решение по вопросу арендной платы за землю гаражными обществами. В рамках городской программы благоустройства территории Черноморского городского совета предусмотрен ряд мероприятий по содержанию парков и скверов. Большое внимание планируется уделить ремонту улиц. На днях силами сотрудников судоремонтного завода в городской больнице был произведен ремонт подсобных помещений. Финальные игры чемпионата Одесской области по мини-футболу среди 11-12-летних футболистов прошли во вторник в спорткомплексе «Юность». Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. Телерадиокомпания ИТ-3 проводила конкурс на лучшую весеннюю композицию для студии новостей. Сегодня мы представляем работу «Весенние мечты», которую изготовили воспитанницы Дома детского и юношеского творчества Мария и София Василенко. На початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі, інформація, про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. Президент Петро Порошенко заявив, що підтримує будь-яку кандидатуру на посаду прем'єр-міністра, яку внесе коаліція. Про це він заявив під час виступу в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Він також закликав всі фракції старої коаліції відкинути амбіції провести цього тижня засідання Ради коаліції, визначитися з кандидатурою прем'єра і подати ці пропозиції президенту. Цьогорічна посівна українським аграріям обійдеться на третину дорожче, ніж у минулому році, загалом у 90 млрд грн. Причиною цього експерти називають знецінення гривні і подорожчання оренди землі. Фермери вже порахували, пшениці, ячменю та ріпаку зберуть менше, оскільки через війну на Донбасі посівні площі під ці культури зменшиться майже наполовину. Антимонопольний комітет України чергове звинуватив в мережі автозаправних станцій, які, зокрема, працюють під брендами «Вок», «Ок», «Кошел», «Сокар» у змові, коли вони підвищили вартість пального в період 19-21 березня на 1 гривню. Про це йдеться у повідомленні пресслужби АМКУ. Наразі комітет проводив збір і аналіз доказів у справі. За результатами розвіду документів, комітетом буде ухвалено відповідне лішення. Повідомили у відомстві та нагадали, що за антиконкурентні дії законом передбачено штраф у розмірі до 10% доходу суб'єкта господарювання за рік щопередує року накладання штрафу. На утилізацію електроніки Україна отримає 1 мільйон 200 тисяч євро. Впровадження системи поводження з відходами електронного обладнання профінансує Євросоюз, розповів заступник віце-прем'єра, міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКГ В'ячеслав Негода. Проект втілюватимуть у найближчі півтора року. Експерти з Євросоюзу допоможуть наблизити українське законодавство щодо поводження з відходами до стандартів ЄС, а також запровадити механізми збору і утилізації відпрацьованої електроніки та батареїв. У середу 23 березня о 8-й годині біля першого причалу Іллічівського порту ошвартувався вже третій за рахунком великовантажник типу Кейпсайз. Балкер Амгійон, прапор Панама, де ведом 176 тисяч тонн, побудований у 2010 році, прийшов в порт для завантаження залізно-рудним концентратом МН Інвесту. Вантаж відправиться в Китай. Паралельно на рейді йде до завантаження другого Кейпсайза «Анагел Марінер». Портовики планують завершити навантажувальні роботи другого Кейпсайзу вже 24 березня. Городські власть Черноморська прийняли кардинальне рішення по вопросу арендной платы за землю гаражними обществами. Этой проблеме було посвящено совещание, которое во вторник провел заміститель городського голови. На территории нашего города расположено 15 гаражних обществ, которые занимают земельный участок общей площадью 25 гектаров. В 2016 году с учетом увеличения арендной платы за землю на 43,3%, в городской бюджет должно было поступить от этих землепользователей около 3 млн грн. На завещании, которое провел заміститель городського голови во вторник, руководители гаражних кооперативов подтвердили, що рост арендной платы за землю, знаходящийся в использовании гаражних обществ, значительно увеличив гаражні взноси. До повышення у мене було 34 800, а зараз 49 500. То есть це дуже колосально больша сумма і тяжело платити. Год ми платимо 1750. Це так, що ні на що. Чисто обязательні платежи. Городські власти предприняли ряд шагів, які должны значительно снизити финансову нагрузку на владельців гаражей. Ми приймаємо історичне для міста рішення, я не побоюсь цього громкого слова, ми даємо можливість кожному члену гаражного обществу приватизувати земельний участок. І потім нести відповідальність за його використання, за плату за землю, і, естественно, за свої взаємотношення внутри гаражного обществу чи гаражного кооператива. При этом места общего пользования будуть продолжать находиться в аренде. Зам'ятитель городського голови Черноморска також отметил, що решение этой проблеми ні в коем случае не носит политический характер. Я хотів би упрідити всевозможні інсинуції по поводу того, що це та чи інша політична сила надавила на исполнительний орган власи. Категорически це не так. Ми коли проаналізували, яка сумма платіжей должна поступити від гаражних обществів в городський бюджет, ми реально ужаснулися. Для розрешення проблемного вопроса, касаюся аренды землі гаражними обществами, всем без исключения землепользователям необхідно оформити правоустанавливаючі документи. У нас на сьогоднішній день 4 гаражних обществу, які вообще не мають никаких юридических отношений с городською территориальною громадою по пользованню землі. Вот ім буде немножко сложніше. Але некоторые із них с момента принятия нового земельного кодекса, а це вже більше 13 років, відповідно ігнорювали наші рекомендації і требования. Начальник управління коммунальної собственності земельних отношенья Алексей Маляренко отметив, що только совместними усілиями исполнительна власть і владельців гаражей буде достигнут положительний результат. Ми сумели в непростій періоді ремні найти таке понимання і дати можливість в двусторонній движіні с гаражними обществами, с руководством все-таки пойти на то, чтобы под гаражами передати землю в собственность людям. Другого механизма освободити, подарити, не платити. Ми не можемо такое сказати, поскольку законодатель і органами власти государства не позволяють нам таким категориям применять льготы. Мір города позитивно отреагировав на такі шаги. Ми сознательно йдемо на то, що ми не дополучимо арендну плату за землю. Но ми чітко понимаємо, що те землепользователи, які знаходяться під гаражами, не можуть бути источником дохода городського бюджету. Після проведеній встречі руководители гаражних обществ і кооперативів відметили, що городським властям удалось знайти оптимальне решення проблемного вопроса, волнующих владельців гаражей. Я навіть не ожидала, що так вот услышу, то, що вот сегодня услышали. То есть, це замечательно. Це вообще, я навіть не знаю, як сказати. То есть, вообще, я лично дуже довольна в отноші того, що нам предоставили приватизи. Це дуже большой шаг містного совету навстрічу людям. В першу чергу я соберу своє правлення, у мене є справлення, сообщу. В пятницу ми соберем здесь документи, то есть я буду знать, що робити і як. А потім буде об'явлення, буде собрання, то есть все буде по чуть-чуть. Ми будемо дуже быстро це робити, тому що я думаю, що так, як я обрадовалась к этому, то обрадовуються все. Я дуже рад того услышанного, сказанного здесь нашим горсоветом, который передоставляє нам таку можливість оформити землю під гаражами. І, конечно, це треба буде робити дуже быстро, тому що це наші гроші, це наше желання іметь таке право в собственності на землю. Приблизительно це може бути знизуна оплата за аренду в 1,5-2 рази. При підтримі і розуміне со сторони владельців гаражей городські власні планирують завершити роботу, направленнюю на розрішення вопроса арендной плати для гаражних обществ в течение ближайших 3-х місяців. А сейчас інформація Ілечовського району електричних сетей о том, де в четверг в нашому городі не буде електроэнергії. В зв'язі з плановими ремонтными работами в четверг 24 марта в период времени с 8.30 до 17.00 буде отключена електроэнергія по проспекту Мира, бывшая улица Ленина, в домах 19, 23, 25, 27, а також в находящихся по этим адресам насосной станції, БТИ, школе номер 2, универмаге, магазинах «Антошка», «Мисс Флора», салоне «Афина», ресторане «Акватория», спотклубе «Фанат», офисе «ЖУ-1» Ілечовський район електросетей приносит свои извинения за временные неудобства. Благодаря слаженной работе коммунальных служб Черноморск неоднократно завоевывал призовые места во всеукраинском конкурсе «Населенный пункт лучшего благоустройства и поддержки общественного порядка среди городов своей третьей категории». Чтобы поддерживать этот высокий уровень, в нынешнем году согласно программе благоустройства на территории Черноморского горсовета запланирован ряд мероприятий для обеспечения комфортного проживания горожан. В рамках городской программы «Основные направления благоустройства территории Черноморского горсовета» на 2016 год утвержден ряд мероприятий для содержания в должном состоянии уличной дорожной сети и наружного освещения. План благоустройства также предполагает содержание и текущий ремонт городских парков и скверов, уголков отдыха, пляжа, детских и спортивных площадок. В текущем году большое внимание будет уделено ремонту городских улиц. «Значительная часть средств запланирована на ремонт дорог, ремонт тротуаров, ремонт внутриквартальных проездов. В настоящее время уже ведутся работы. Идет ремонт тротуаров по улице Данченко, по переволку Школьному и на улице Карла Маркса. Планируем значительную часть направить средств на ремонт дорог в селах. В Александровке будет выполнен ремонт дорог на улице Пушкина, улице Лермонтова, Киевская, Школьная. Кроме того, планируем выполнить ремонт наружного освещения и закончить улицу 1 мая». Многие жители Черноморска отмечают, что благоустройство родного города отвечает всем условиям для комфортного проживания. «Мое мнение, и я думаю, что это будет мнение многих Ильичевцев, что наши городские власти делают очень много для того, чтобы наш город был красивый, чистый и уютный. Спасибо вам огромное. Я гуляю каждый день с собакой и обращаю на то внимание, что очень хорошо работает зеленстрой. Высаживается много цветов, кладутся асфальтные дорожки. Ну, все здорово. Подрезаются опасные деревья для жителей Ильичевска». «Город очень чистый, красивый. Я уже в городе живу более шести лет. Ездить с ребенком погулять, очень облагоустроенные детские площадки. Город чистенький, аккуратненький. Везде идут замены дорог, потому что дороги, это сейчас больная проблема для водителей. Очень вовремя меняется дорожное полотно. Но городом очень доволен, место жительства пока не собираюсь менять». Но у горожан вызывает обеспокоенность отношение некоторых людей к чистоте улиц и к элементам благоустройства зеленой зоны. Все усилия, которые прилагают коммунальные службы, могут свести на нет действия вандалов или тех, кто равнодушен к состоянию города, в котором живет. «Власти много делают для того, чтобы было аккуратно, чисто. И, как говорится, город был похож на европейский. Но и люди должны вести себя соответственно. Не бросать те же самые бумажки из-под мороженого и гости города, которые приедут. Может быть, делать какие-то даже замечания, ну, тактичные, учить молодежь. Потому что очень неприятно, когда люди идут и вот мусорят, и очень больно». В рамках программы по благоустройству на территорию города запланирован еще один субботник. Именно на таких мероприятиях каждый житель Черноморска может проявить любовь и заботу о родном городе. А сейчас информация коммунального предприятия Ильичевского Водоканал о том, у кого в нашем городе не будет холодной воды. В связи с отключением электроэнергии службы РС в четверг 24 марта с 8 часов 30 минут до 17 часов будет снижено давление подачи воды. Вода будет поступать до 4-5 этажей на жилой дом номер 19 по проспекту Мира, бывшая улица Ленина. В этот же день в связи с установкой общедомового прибора учета водопотребления с 9 до 13 часов будет отсутствовать холодная вода в жилом доме номер 24 по улице Александрийской. Ильичевский Водоканал приносит свои извинения за временные неудобства. В течение последних нескольких лет был произведен капитальный ремонт нескольких отделений Ильичевской бассейновой больницы. А на днях силами сотрудников судно-ремонтного завода здесь был произведен ремонт подсобных помещений. На территории Ильичевской бассейновой больницы на водном транспорте расположены несколько гаражей, где хранится санитарный транспорт. Ремонт этих подсобных помещений госучреждения из-за отсутствия финансирования не производился долгие годы. Помочь руководству городской больницы навести здесь порядок вызвали сотрудники судоремонтного завода. Жители города должны быть здоровыми и Ильичевский судоремонтный завод с готовностью внес свой вклад в то, чтобы условия для лечения в больнице были достойные. Мы качественно выполнили изготовление металлоконструкции и надеемся, что они долго прослужат людям в этом лечебном заведении. Буквально за несколько дней специалисты судоремонтного завода произвели на территории больницы значительный объем работ. В частности, сотрудники предприятия сняли старые деревянные гаражные ворота, а вместо них установили новые прочные металлические. В этих боксах, которые были развалены ворота, ребята попросили менять полностью ворота. Этим мы и занимаемся. Попросили отремонтировать рампу для ремонта машин. Тоже отремонтировали в полном объеме. По материалу, которое здесь ушло, больше тонны металла разного калибра. Больница нашего города – это значимый социальный объект. Для медиков важно, что в сегодняшнее непростое время есть люди, которые готовы помочь госучреждению. Больница 1975 года, за эти годы ворота этого гаража пришли в негодность. Они были деревянные. И сейчас, спасибо руководству завода СРЗ, они нам оказали помощь и сделали капитальный ремонт этих ворот. Завершить установку новых гаражных ворот сотрудники судоремонтного завода планируют в течение ближайших несколько дней. После чего специалисты приступят к монтажу бронированных металлических дверей на архивное помещение Ильичевской бассейновой больницы. Завершает наш сегодняшний выпуск городских новостей спортивная информация. Во вторник в Черноморске прошли финальные игры чемпионата Одесской области по мини-футболу среди 11- и 12-летних футболистов. В чемпионате Одесской области по мини-футболу среди 11- и 12-летних футболистов приняли участие 28 команд со всей Одесщины. В финал турнира, который прошел в Черноморске во вторник, вышли 6 сильнейших команд. По словам организаторов соревнований, несмотря на свой юный возраст, все участники турнира показали высокий уровень подготовки. В этом возрасте, если в команде есть один-два хороших игрока, то команда хорошо играет. Ну а в принципе в игре за третье место попали и в игре за первое попали команды, которые действительно на данный момент являются сильнейшими у нас в области. Наш город на соревнованиях представляли воспитанники футбольного клуба Ильичовец. Для футболистов Черноморска участие в турнире – это дополнительный игровой опыт. Для нас главное поучаствовать, поиграть с сильными командами, получить интерес, удовольствие. Участники турнира были разделены на две группы, по три команды в каждой. Победителем первой стали юные футболисты из Измаила. А во второй группе первое место заняла команда нашего города Ильичовец. Именно эти два футбольных клуба боролись за победу в финальном матче. Первый тайм решающей игры закончился со счетом 2-1 в пользу команды Ильичовец. Однако буквально на последних секундах второго тайма футболистам из Измаила удалось забить гол ворота нашей команды и сравнять счет. Таким образом, основное время закончилось со счетом 2-2. Чтобы определить победителя, судьи назначили послематчевые пенальти. По их итогам футболисты нашего города пропустили семь мячей, а команда из Измаила – шесть. Таким образом, по результатам соревнований победителями чемпионата Одесской области по мини-футболу стала команда из Измаила. Серебряные призы завоевали футболисты нашего города. А почетное третье место досталось спортсменам Истатарбунар. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас в редакции новостей Т3. Напоминаю, что в рамках конкурса на лучшую весеннюю композицию сегодня студия новостей украшала работа «Весенние мечты», которую изготовили воспитанницы Дома детского и юношеского творчества Мария и София Василенко. С вами была Мария Грушевая. Всего вам доброго. До свидания.